Господа из Министерства сельской господарки и харчевания. Так вот, смотрите, я это вам показывал, но почему я вынужден еще раз показать? Сейчас поймете, это очень важно. Дело в том, что многие считают, что мой опыт, не отрицая его, должен ограничиться только Сибирью. И даже вот в этом обращении, то есть в ответе ко мне, Беларусь, это Министерство сельскохозяйства Беларуси, оно подразумевало, что вы сибиряк, вы сибиряк, вы сибиряк, вы сибиряк, если внимательно читать. И при чем тут Беларусь? То есть, а я уже, помните, вам показывал, где рядом Литва и в Беларуси, в Беларуси болото, там уже надо что-то от железа использовать. А они об этом знают? Нет. Догадываются? Нет. Они живут в другом мире. Просто, ну, как сказать, очень многие мои вещи, которые я говорю, они должны там использоваться. Посмотрите. Значит, я выделил Беларусь по одной причине. А вдруг? Что такое вдруг? У нас в России и в Беларуси, это бывшая социалистическая страна, там социализм остался, но в худшем виде. Ну, вспомним про бесплатную медицину, бесплатное образование. Вот, в худшем виде. Но у нас Россия большая, Беларусь поменьше, раз в 10. И получается так, что там у нас-то развалы связаны с тем, что у нас ручное управление, ну, не успевают. Вот. А Беларуси должны успевать. Сам видел, Лукашенко ходит по коронникам. Вот. Я на это надеялся, когда выслал ему книги, выслал ему свои материалы учебные, да? Вот, случилось чудо. Конечно, не вот этот замминистра Гра-Кун, а я понимаю, даже маленький Беларуси, это крупный синоник, конечно, он кому-то поручил из своих этих клерков. Вот. Изучить то, что я написал. Тот клерк вот это все написал. Вот. И получил как. С одной стороны, конечно, не было. Все, что они сделали, это в библиотеку Лукашенко отправили мои материалы. Все. А кто это на себя был? Да никто. То есть, с одной стороны, это толку нет, вроде бы. А с другой стороны, есть. Почему? Потому что я сейчас к этому товарищу обращусь. А вдруг до него доведет. По крайней мере, обращение. Смотрите. Вместе с тем, они же как мне отвечают. Человек, случилось чудо, человек прочитал мою книгу. Это не может быть никогда. Да, это случай один из тысячи. То есть, если по всем министерствам везде разослать. То есть, у нас как сделано? У нас сделана система. У нас сделана специальный метод. Или она как бы порочна в своем развитии. Почему? Вот, например, с удовольствием можно много продвинуть, если даже вот эти книги бы издать. С новыми идеями, да? Кто-то изобрел средства от рака. У нас вычислить хоть одного человека? Ему ходу не дадут. У нас изобретут топливо, которое будет стоить 3 копейки. И не заражать окружающую, там, типа водородного двигателя. Если кто-то правду его сделает. В лучшем случае его это самое. Ну, в общем, хорошо, если живой останется после этого. То есть, сама система. А теперь представим себе, что приходит этот самый... За министру, а за министра к министру. А министра к этому... Лукашенко говорит, ё-моё, а ведь действительно мы можем. Ведь это... Я же почему вам показал выше этот самый сайт, да? Ну, с фальшивыми фотографиями. Да не делают они сами ни хрена. Что, я не знаю, что мне пишут оттуда, что весь рынок завален саженцами из Польши? Рынок завален яблоками из Польши? Белоруссия так же, как и Россия, она опустилась дониза. Где-то Лукашенко поддерживает, но с одного са руки не дошли. Ну, не пошёл к Лукашенко вот этот товарищ. А вдруг завтра пойдёт? А почему? Сказать? Давайте посмотрим. Людям прийдет сама идея, что не надо обрезать деревья. Они испорчены напрочь. Вот. Гракун тоже, он подписал, не глядя. Вот его подпись, да? Ну, был же там человек, который это всё прочитал. Ну, может, что-то осталось. Теперь я говорю для него. Для вашего... Я дальше говорю для него. Сегодня он один. Помните, я говорил, две девушки, две выпускницы уже умеют. Из миллионов выпускников выращивать деревья. Уже две. Вот. Вот тут есть такое. И мне зацепило вот это, что... Он прочитал мою книгу. Потому что пусть он это самое. Мировая практика показывает, что грамотная обрезка плодов и культуры, т.т.т.т. Позволяет достичь высокого уровня производства. Вот что она позволяет. Выйдите на рынок. Ну, когда-то. Но я понимаю, что вы не можете себе это позволить. Вот. Не можете. Почему? Потому что вам придётся работать тогда. А так ничего делать не надо. Бумажки писать. Вот как Москва. Вот. Смотрите. Ещё раз. Вот. Смотрите. Это Брянск. Рядом с вами. Это дерево, которое служит символом вот этого... Как бы садоводства должны быть свои эти самые. Вот это как бы распятый садовый Христос. Так уж извините, богословы, за такое сравнение. Но это же что, не распятый? Посмотрите, как палка проходит. Видите? А? Изувечно. 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 Отрезно. Отрезно. Чем вы думали вам показать дерево в Сибири? Вот она черешня. Который палец не... Секатором не подходил. Вот это выживет в Сибири. Ну-ка, смотрите в глаза, а? Та самая автор. Она в Сибири выживет? Вот. Еще раз. Вот это вот, практика. Те-те-те. А ведь рядом Белоруссия с вами. От Брянска до Белоруссии. На чем можно доехать? На велосипеде. Вот так вот. Смотрим дальше. Вот это посмотрели. Вот они такие должны быть. Смотрим.